Здравствуйте! Это программа «Наше время». Меня зовут Кирилл Политов. В предстоящие выходные в крае пройдут большие автомобильные состязания, соревнования по дрэк-рейсингу на Кубок Российской Автомобильной Федерации. Побороться за престижный спортивный трофей приедут пилоты со всей страны. Конкуренция обещает быть очень жаркой. Подробнее об этом поговорим с пилотом дрэк-рейсинга, чемпионом Сибири Алексеем Калашниковым. Здравствуйте, Алексей! Здравствуйте, Кирилл! Алексей, вот почему именно в Алтайском крае будет проводиться-то этот кубок? В Алтайском крае на самом деле эти соревнования очень хорошо себя зарекомендовали. Очень много участников, очень много зрителей. Есть возможность, где ездить. Это немаловажно. Ну и вообще как-то дух организаторов, дух мероприятия сама вот захватывает и довольно-таки на позитивной, на хорошей ноте проходит всегда. Насколько вообще дрэк-рейсинг развит у нас в Сибири и в частности в Алтайском крае? Есть ли пилоты топового уровня? Да, в Алтайском крае и в Сибири. В Алтайском крае, наверное, еще чемпионов России нету, надеюсь, скоро будут. Но в Сибири многие пилоты уже имеют звание чемпиона России, а развит в Сибири он очень сильно по той простой причине, что он пришел с Владивостока и в свое время очень плотно обосновался в Красноярске, в Новокузнецке, в Омске, в Барнауле. Поэтому очень много хорошо подготовленных машин, очень много грамотных пилотов, грамотных команд, поэтому развитие на самом деле не остановилось и шагает еще вперед. Вы чемпион Сибири? Трехкратный чемпионский. Трехкратный? Да. А России пока нет? Ну, надеемся, что в ближайшее время мы можем бороться за эти места. Мы тоже на это надеемся со стороны болельщиков. А вот какова, Алексей, роль пилота в данном виде спорта? Ведь вот, ну, обыватель скажет, прямая-прямая, нажал на гашетку, вперед и все. На самом деле роль пилота очень высока. Безусловно, любой автомобильный спорт – это технический вид спорта, и там большую роль играет команда, играют механики, и играет подготовка автомобиля. Но вы не забывайте то, что когда ты выехал уже на заезд, все зависит только от тебя. Рулить машиной приходится ничуть не меньше, чем в других дисциплинах, и нагрузки, и перегрузки, и ускорение намного выше. Да, вот насколько серьезные нагрузки? Вот в Формуле-1, насколько я знаю, там 4G, да, перегрузка? Ну, в дракрейсинге, который, допустим, если взять российский уровень, конечно, там немного ниже. Пилоты топ-уровня, которые участвуют там в международных всяких сериях, которые там едут 5 секунд и меньше, они испытывают довольно-таки серьезные перегрузки, вплоть до того, что бывают инциденты, когда пилоты отключаются от перегрузок. Ничего себе. То есть довольно-таки серьезно. Итак, Алексей Калашников-то планирует принять участие вот в этом соревновании? Мы его увидим на старте? Ну, на сегодняшний день мы вернулись из Грозного, и, к сожалению, вышло так, что автомобиль немного, так скажем, поврежден. Мы его сейчас восстанавливаем. Если у нас будет такая возможность, мы, конечно же, приедем и хотя бы там пару заездов проведем для того, чтобы убедиться перед чемпионатом России, что у нас все порядок. А что случилось с Грозным-то? Не выдержал двигатель? Да, основная проблема драг-рейсинга – это либо двигатель, либо коробка передач. То есть у нас в данной ситуации есть проблемы с двигателем, мы сейчас ждем новые запчасти, я думаю, что успеем все собрать. Алексей, ну вы, пожалуй, самый знаменитый пилот драг-рейсинга в Сибири. Расскажите о своих последних достижениях и какие цели-то ставите? А вот Грозный, опять же, да? Да, на этот год была цель крепко закрепиться в чемпионате России, поучаствовать, понять, как это происходит, поучаствовать во всем этом действии. Два этапа мы на сегодняшний день прошли. На первом этапе в Нижнем Новгороде заняли третье место. В Грозном, к сожалению, мы не смогли в самой гонке поучаствовать, хотя в квалификации показали очень достойный результат. Надеемся, что сейчас все восстановим и на финальных двух этапах поборемся все-таки за высокие звания, за высокие награды. Ну, а цель в пилотах драг-рейсинга всегда одна, это время. На сегодняшний день мое лучшее время 8,5 секунд. 8,5 секунд? Да, но есть большая-большая мечта все-таки 8 секунд разменять. Да, разменять. Это у многих пилотов в России такая задача. А самый-самый-самый рекорд вообще? Ну, на сегодняшний день рекорд России, по-моему, если мне не изменяет память, 6,8, принадлежит Дмитрию Саморукову. 6,8? Да. Это автомобиль совершенно другого класса, другого уровня. Он привезен и построен в Европе, поэтому он может хотеть. А у вас японская модель, да? Да. Mark II? Да, Toyota Mark II. Toyota Mark II. А вообще вот рекорд этого сезона какой? Ну, в Грозном, например, был там нижнем. Мы как раз с каждым годом, с каждой гонкой улучшаем свое время. Вот сейчас мы установили рекорд 8,5 секунд. Не-не, не про ваш, а вот вообще. А, рекорд на самом деле. То есть принадлежит Дмитрию Саморукову, но каждый год подтверждает 6,8. Ничего себе. Ну, это немного другой класс автомобилей. А теперь расскажите, Алексей, как его обогнать, как его одолеть-то это? Ну, драйкрейсинг, помимо того, что технический вид спорта и бывает всякое, но мы как бы никогда не ставим на это задачу. Надеяться на то, что у соперника что-то пойдет не так. Обогнать как? Построить достойный автомобиль, который составит ему полноценную конкуренцию. И, в принципе, у нас в будущих планах есть такое. Мы планируем выйти на другой немного уровень. Тоже на базе европейского автомобиля? Ну, я думаю, что да, будет на базе, но мы соберем его полностью здесь сами. Вот смотрите, Алексей, многие считают, что не нужно в официальных гонках участвовать. Просто выехал на улицу, да, там где-нибудь и погонял. Вы как к этому относитесь? Я к этому отношусь крайне категорически. Категорически нет? Категорически нет. Почему рассказывать? Потому что, если быть до конца откровенным, начинал я сам с этого. И быстро понял, что это несет очень тяжелые последствия, и увлекаться этим на улице ни в коем случае не нужно. У вас были примеры отрицательные какие-то? У меня не было примеров отрицательных, просто быстро пришло осознание того, что когда автомобиль имеет определенную какую-то мощность, и он становится небезопасен для окружающих автомобилей, даже там какие-то ночные гонки, еще что-то, это все безопасно. Есть специально специализированные трассы, под вас их готовят. Там есть все защищенные элементы для зрителей, для участников, есть пожарные службы, есть медики. Все сделано для того, чтобы это было безопасно. Тем более на сегодняшний день Алтайская Федерация сделала прекрасную разбивку для участников. Можно приехать на абсолютно городском автомобиле, поучаствовать, занять даже какое-то место, возможно, даже выиграть соревнования. То есть сделано все для того, чтобы не ездить на улицах, приезжайте, гоняйтесь. То есть это стоит не таких больших денег, и вы будете в безопасности, окружены зрителями, как бы вам будут аплодировать, смотреть на вас. Это все прекрасно. Зачем устраивать эти гонки на улице? А давайте проговорим, где находится этот трек, и заодно анонсируем эти гонки. Трек находится в Новороманово. Это, по-моему, бывший военный аэродром. Тем более сейчас туда имеется хороший подъезд. И вот туда мы едем в предстоящие выходные, где будет этот Кубок РАВ. Где Кубок РАВ и чемпионат Алтайского окраина, сколько мне известно. Пройдут две гонки параллельно. Будет безумно зрелищное мероприятие. Соберутся действительно пилоты, я думаю, что со всей России точно, возможно, приедут пилоты с Казахстана. Будет большое массовое мероприятие. Тем более организаторы обещают, что оно будет, помимо того, что сделано как для гонщиков, так и для зрителей будет много разных всяких мелочей, уделено внимание. Я думаю, будет прям прекрасно. Спасибо. Спасибо. Посмотрим, поболеем, поддержим. Спасибо вам. Побед, Алексей. Спасибо. А я напоминаю, это была программа «Наше время». До новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok